дорогие приветствую ну что она скоро и январь хотел сказать и ложки август посмотрим что нас там ждет что наиболее скажем так уже определенного в пространстве выбирайте свою позицию по подарочкам серебряный какой-то розовый и золотой смотреть что вам ближе плюс у нас еще будет в этот раз колодок послание от вселенной или от ангелов наставников смотрите как хотите да что вам ближе и собственно четыре сферы мы будем рассматривать это работа деньги социум и отношения собственно 1 2 3 вариант тайм-коды есть в описании и переходите нас первый вариант посмотрим общую энергию месяца что будет вообще в воздухе летать данные более такой явно проявлено что для нас единички будет такое знаете состояние как будто все дороги закрыты ничего скажем так волшебного не происходит да но и здесь про то что нет какого-то случая который подвернулся нет какого-то удачи до которая на моей стороне то есть здесь больше про то что действительно знаете нужно рассчитывать только на себя идти из своих каких-то там стремлений и действий и так далее да то есть условно помощи сверху ждать не приходится это не потому что так на самом деле да а это ваше вот это состояние будет вот это ощущение да это энергия месяца может подействительно знаете загнали себя куда-то прям какой-то угол и поэтому оттуда не видите выхода собственно давайте смотреть что по работе будет наиболее проявлено а действительно ли то что я делаю вообще она очень важно действительно ли она приносит пользу а действительно ли то какой ценой я этого добиваюсь она вот то какое должно быть да и то чего я хочу здесь очень много знаете возможно будет конфликтных ситуации на работе именно с точки зрения каких-то таких дискуссий на повышенных тонах каких-то возможно открытых прям конфликтов когда какие-то может быть там интриги расследования до скандалы вот эти вот междоусобицы какие-то происходить или же вообще в принципе вот это борьба за проекты кто особенно там фрилансеры да кто работают сами на себя вот это вот то состояние когда я должна вгрызаться а вообще должно ли оно так быть а почему так тяжело если ну а действительно ли это мое если мне так оно дается вот такой ценой да и так далее то есть и будет очень много таких вопросов а стоит ли на вот игра свечки вот все тех тех уж приложенных усилий да то что происходит собственно ну вот как она есть да я бы сказал такая переоценка если вы находитесь в поиске работы это про то что знаете так очень вероятно вообще ситуация когда будет подходящая вакансия но вам нужно будет настолько сильно как-то или опять же с кем-то не совсем в мягкую коммуникацию войти где-то кого-то продавить где-то возможно чем-то сманипулировать где-то пойти по головам входными путями да вот это вот и тогда вот это будет состояние а действительно ли это вакансия стоило того или же вообще в начале вы будете понимать что она вот этого всего требует и поэтому я от нее отказываюсь да то здесь вот такое состояние когда я еще ну как я понимаю да что передо мной стоит и я не хочу вот эти то есть вот вот про это так дальше давайте посмотрим финансы если у вас сейчас финансами есть какие-то трудности здесь для того чтобы ситуация изменилась вам нужно или что-то прям знаете как вообще прям конкретно заняться ими да то есть это как финансовое управление там вот это все бюджетирование вообще понятие куда чего уходит или же отправиться на консультацию к человеку который в этом о всем понимает для того чтобы вообще посмотреть ситуацию тут с точку сегодня что у вас происходит может быть на самом деле вы уже настолько ну опять же на ситуации все разные данные как пример самого такого плохого состояния когда у вас уже столько кредитов что действительно там банк или финансовый какой-то аналитик скажет вам что вы батенька давно уже банкрот и собственно нужно прям критические какие-то меры прилагать да для того чтобы выходить из этого состояния это одна ситуация или же допустим когда у вас есть какой-то хороший доход у вас в принципе есть деньги да вы хотите их приумножать как-то инвестировать во что-то и вот здесь собственно не сами пытаетесь это делать да обратитесь к специалисту или же хотя бы какие-то там курсы не знаю может быть какой-то мастер-класс может быть действительно консультации просто ограничиться да для того чтобы вообще какие-то там варианты рынок пощупать и так далее то есть здесь действительно выходы есть но через кого-то да не самостоятельно через кого-то или же вообще вспомнить все какие-то свои вот эти прошлые знания навыки да и обратиться к этой своей внутренней какой-то мудрости потому что на самом деле мы всегда знаем что нам нужно делать мы просто от этих мыслей ну как мы их отгоняем то есть давайте так ну вот элементарный пример сейчас приведу если у вас дура в бюджете и неоткуда взять ну допустим новых денег как всегда бывает да то есть первое что мы делаем мы сокращаем траты самые плохие траты это у нас потребление это про допустим тот же там алкоголь никотин и так далее можно сказать что это моя привычка да ну блин она у первых привычка во вторых она вам еще и хуже делает да то есть она это как-то не продвигающая ваша привычка вам еще ну мало того что бюджет жрет так еще и организм том числе да то есть вот такие моменты и соответственно ну по сути то всегда понимаем сколько у нас уходит на что да и допустим сократить то же самое потребление ты понимаешь что вот у тебя выспается вот та сумма которая тебе нужна но почему-то это не делаем да так вот здесь тогда вам вот такой скажем как совет если вы не хотите там обращаться кому-то за помощью да начните хотя бы вот таких вот признаний себе да а где откуда есть своих трат могу найти то что мне нужно дальше идем социум так ну что в социуме могут быть действительно перестановки могут отваливаться люди могут происходить ситуации где вы будете видеть окружающих себя людей в новом свете и знаете это про то когда снимаются маски ну собственно они вы и так знали да кто там под этой маской прячется но не хотели как бы этого замечать это очень часто у нас бывает с друзьями когда мы допустим дружим дружим и ну вот плохо нам с этим человеком данным все равно почему-то за него держимся и продолжаем дружить так вот здесь будет такие ситуации которые вам знаете как вскроют прям конкретно ну собственно посмотри с кем ты дружишь да или посмотри с кем ты общаешься или посмотреть кто тебя окружает и здесь будут действительно ситуации которые будут способствовать тому чтобы люди уходили из вашей жизни или сами же да они как как-то будет проявляться что сами от вас откажутся или же вам будет настолько посвечено что вы поймете что ну все больше ну как по нас дороги расходятся да и мы идем по разные стороны это прям не совсем если критичные варианты если такое но как легенький да это про то что как я говорю снимется маска и вы увидите настоящего человека под этой маской будет это приятно но не очень но что делать но если вы склонны очаровываться то всегда есть этот момент разочарования так мы пойдем в отношения что там у вас в сфере отношений давайте так если вы в паре находитесь у вас есть отношения не здесь неважно вы на стадии встречания или же у вас прям брак долгосрочный здесь про то что знаете каждый пытается перетянуть одеяло свою сторону какие-то возможные манипуляции проводить какие-то возможно те же самые там доказать кто лучше кто круче до показать чьи тапки чьи там причиндалы получше в смысле покрепче и так далее да то есть это вот такое состояние когда у нас не стремление вперед да мы вот это перетягиваем доказывая друг другу что а я там молодец да то есть ну не очень хороший скажем так позиция просто единственное что возможно ну она назрела на такое тоже может быть здесь просто надо понимать для чего вы это делаете если вы свободны на находитесь в поиске то здесь вот та ситуация да вашему кружению могут появляться партнеры потенциальные романтические но это будет опять же про то что показать что а я не хуже а я -то молодец а я тоже меня не за что ценить уважать да но собственно дать так мериться одним местом да с человеком который потенциально к вам поскольку то есть знаете как обрубить еще на подходе вот он только знаете как это рот открыл чтобы сказать привет а вы уже там ему выкатили сто пятьсот вариантов почему нет и так далее да вот такой вариант так хочу послание вам от ангелов от вселенной от наставников да там как хотите называйте это как в поддержку месяца потому что на самом деле ну да чё поделаешь так ну что мы избавим тебя от страха там не надо бояться быть сильными попросите нас и мы избавим вас от ваших страхов собственно общайтесь больше если опять же вы верите в ангелов если вы про эту историю обращайтесь чаще к своим ангелам если вы про историю вселенной про высшее я и так далее то то больше обращайтесь сюда больше просить это больше разговаривайте опять же там эти духи рота наставники обращайтесь к ним просить поддержки помощи потому что на самом деле месяц у вас не очень такой радужный да и действительно может показаться что все дороги закрыты никаких вариантов нету для развития да и все плохо да но это всего лишь месяц он может пройти это во первых а во вторых это расклад это не приговор да вы появились сейчас у вас есть скажем так маячки на которые вы можете опираться и собственно менять да вообще то что будет вашей жизни происходить поэтому удачи вам всего самого хорошего и собственно лайки подписки комментарии все как любит youtube здесь и обязательно переходите ко мне в селеграм-канал я вам там буду очень рада ну и собственно до новых встреч пока пока мы пойдем ко второму варианту двоечки я вас приветствую давайте посмотрим ваш месяц август с чем идет какие основные мерки и что будет там по основным сферам жизни ну что основная энергия месяца что будет наиболее проявлено режим не хочу я высказала знаете так если ласково нервно назвать это про то когда не хочу не буду не надо не заставляйте да там условно я лучше знаю я лучше понимаю это вы знаете вот такой действительно детская такое возможно период когда муж и чувствую себя большими и нам подсказки не нужны а вот это состояние то есть она тоже имеет место быть единственным сейчас посмотрим где там она будет наиболее проявлен в какой сфере но это это проявление самости своей да про то что я действительно сама знаю сама понимаю единственное чтобы это не было прямо чересчур итак смотрим работу что там что в работе ну собственно вот такое нас как состояние разочарования да так здесь или не выгорит проект или же то о чем вы хотели бы там поговорить с начальником с коллегами оно закончится не так как вы это себе представляли так как хотели возможно в принципе вы разочаруетесь в той работе которой вы делаете потому что такое тоже бывает то есть вы допустим работая работая как-то пришли на энтузиазм и в конечном итоге понимаете что или от вас ничего не зависит или вы как там какой-то маленький винтик во всем этом и и собственно вы не можете ничего такого масштабного сделать дальнюю что не влияете и соответственно это вам настолько разрывает душу до что аж вот кричать хочется да здесь может быть вообще понимание того что знаете как это были очарованы до какой-то работе деятельностью особенно если у вас какая-то новая деятельность то это вот такое разочарование придет ну собственно такой ну не очаровывайтесь да тогда и не будете разочаровываться то есть с другой стороны понятно почему мы иногда очаровываемся то есть здесь все ясненько понятненько да здесь еще может прийти такой понимать что я больше не хочу заниматься именно этой работой то есть это если мы говорим про более старший такой возраст да это кризис вот это и самый датинфикации да а где мое призвание а чего я там хочу могу и делаю да вот этого состояния то здесь можете понять что та работа которую вы делаете вы ее больше не хотите делать хотите что-то другое возможно у вас есть уже какое-то свое хобби вы начали заниматься и вот это вот вынужденность ходить на работу да она вас настолько удручает что я бы лучше хобби занималась там и вот вот так далее если вы находитесь в поиске работы то это вот то состояние опять же разочарованность того что все что есть вокруг она мне или не подходит или не подхожу я то есть вот такое знаете полное разочарование вообще рынком труда на данный момент не вообще на данный момент и возможно знаете даже может быть и вакансии то нет который бы вам как-то вас зажгли понравились то есть но все как это все не то еще не тогда вот такое состояние дальше деньги знаете так финансовой сфере я бы сказала что нет причин для тревоги единственное сохраняйте вот это состояние достаточности да то есть не идите в чрезмерное потребление чего-либо но опять же не такте да то есть я не скажу что просто придерживаться то что понимаете когда что-то идет через меру там здесь мы можем говорить и про заработок то есть когда вы гонитесь за каким-то там халтурой дополнительным каким-то бонусом там еще что-то да и вот это на самом деле ну как не стоит а вот здесь условно как этот я поняла сколько мне достаточно я поняла сколько мне надо и мне в этом хорошо да то есть здесь про понимание того что мне не нужны все деньги мира и не потому что я отказываюсь от амбиций а я понимаю но свой уровень скажем так жизни расходности доходности и не в этом нормально мне сейчас хорошо в этом да то есть мне большего не надо вот здесь сохранять такой баланс до сохранять вот это состояние и тогда все будет хорошо дальше социум слушайте ну социуме я бы сказала все все замечательно опять же те люди которые вас окружают это те люди которые ну собственно вам нужны и для вас хороши вы там чувствуете себя как рыба в воде да может быть даже снимать какую-то лидирующую такую позицию там среди своих подруг среди своего окружения да действительно к вам могут обращаться там за какой-то помощью поддержкой опорой и вы собственно ее оказываете да здесь могут быть какие-то совместные там не знаю там творческие проекты или совместные какие-то опять что сказать совместная деятельность какая-то да где вы действительно вы знаете как как я со своими я со своей семьей да вот те люди которые со мной они для меня прекрасны то здесь опять тоже нет ничего такого что как-то то есть условно у нас там этот пожонок он про работу больше на давайте посмотрим отношения так отношения здесь какая штука те кто в паре вы можете понять что есть какие-то как бы так слово-то подобрать как-то шероховатости да да давайте так скажу в отношениях которые вас не очень устраивают которые вас вам не очень нравится но вы пока с ними ничего собственно делать ну не будете да то есть условно я тебя вижу я принимаю да то что происходит но пока я ничего не решаю и ничего не делаю да здесь может быть это как про то какой партнер в отношениях или же про себя про то какая я в отношениях да и я не это допустим может не очень нравится или же в принципе да про то какие отношения я понимаю что это не совсем то о чем я мечтаю но я пока с этим делать ничего не готова то есть я и работать над отношениями не готова и уходить из этих отношений не готова да то есть такое состояние но в пассивности я бы сказала если вы в свободном поиске без партнера то это про то что я пока не готова идти дальше то есть да могут встречаться люди да могут вы даже можете ходить на свидания да но это про то когда больше наверное они приносят какого-то знаете такого разочарования какого-то уныния понимание что все одно и то же что какого-то там эмоционального прогресса каких-то там возможностей перспектив их здесь пока нет ну вот с теми партнерами да они этого не дают ну и как бы соответственно идти в новое во что-то дальше я пока не особо готова то есть ну здесь тоже такое своего рода застойный такой период он тоже нужен да то есть все периоды для нас важны для осознания принять ну вот сейчас вот так давайте вам послание от ангелов от вселенной от наставников да там духов рода как хотите это называть так как вам ближе мы никогда не оставим тебя одного ни тебя ни кого-либо из твоих близких людей то есть здесь знаете если вы иногда вас ну скажем так посещает мысль о том что у вас нет поддержки вы одни совершенно в этом мире да нет ваши наставники как духе рода да или же ангелы они всегда с вами они вас поддержат вселенная вас всегда поддержит да то есть не забывайте о том что вы любимый ребенок вселенной всегда да чтобы они сделали чтобы не произошло как бы не складывалась ситуация да вы все равно любимы не забывайте об этом и 100 . вот такой для вас прогноз не забывайте что это всего лишь прогноз в ваших силах что-то менять если вы сейчас услышали что вам что-то не нравится вы можете начать уже сейчас что-то менять что-то делать и соответственно все как любит youtube лайки комментарии подписки и я вас жду у себя в телеграм-канале буду вам там очень рада ссылочка есть в описании ну и до новых встреч так пойдем далее троечка ваш август давайте смотреть итак общая энергия месяца что будет наиболее проявленном слушайте неплохо про то что может быть конечно такая неопределенность немножко да что много каких-то желаний много стремлений много каких-то хотелок да и вот особо мы еще как не знаем да чё нам чё нам надо что нам хорошо куда лучше то есть по крайней мере знаете хочу сказать что когда желание есть это уже хорошо это по крайней мере говорит о том что мы не в застое в каком-то да мы живем чувствуем чего-то хотим да огонек у нас есть это уже прекрасно единственное что куда направить всю свою вот эту энергию да вот здесь еще большой вопрос но сейчас будем разбираться итак работа что ждет в августе в работе понимание того что это не совсем то что я хочу но пока что то с этим делать я не совсем готова здесь больше такой эмоциональная скажем так фон про то что вы можете не получать того удовольствие и удовлетворение от работы которые вы делаете возможно это не но не про саму работу работа возможно нравится а коллеги на общение с коллегами это не то что вы прям очень хотите и все прекрасно то есть у вас может быть там не происходить каких-то там катастроф не знаю склок драк и так далее да но вот даже в принципе по какому-то такому внутреннему ощущению да это не совсем ваши люди вам не совсем ну скажем так хорошо приятно с ними находиться поэтому это тоже такое но тускленькое состояние но по крайней мере сейчас вот особо ничего не готова менять да никуда не готова стремиться и так далее если вы находитесь в поиске работы это тоже такое своего рода такое состояние зависания когда так нет той вакансии которая бы прям зажигала в которую я бы хотела пойти это больше про то когда все одно и то же оно все понятно и привычное да то есть я знаю чего там ожидать что что это несет и как но не особо тоже хочу на это соглашаться то есть такое дайте скажу что немножечко такой застой до эмоциональный когда вот искорка немножко потерялась сфера денег финансов так смотрите что здесь как предупреждение вам по своей какой-то неопытности по своей какой-то недосмотренности до невнимательности могут произойти траты которые но не совсем хороши а поэтому если вы планируете какие-то крупные покупки особенно до перепроверяйте узнавайте сто пятьсот вопросов задавайте возможно даже кому-то на консультацию обращается там допустим специалисты допустим если там про недвижимость или про автомобили и так далее да то есть про ту же самую технику обращайтесь к людям которые в этом разбираются не как-то не надейтесь на себя вы молодцы давайте так я сейчас не про то что вы глупенькие какие-то про то что вы можете за счет того что вы не специалисты в этой сфере вы можете упустить какой-то очень важный нюанс который потом вам аукнется финансовыми расходами да и это не очень хорошо поэтому лучше передайте эту ответственность другим людям да поспрашивайте но решение конечное оставляйте за собой то есть словно соберите всю информацию которая вам нужна и только тогда что-то покупаете там подписывать какие-то договора и так далее социум окружение вашим в окружении велика вероятность каких-то ссор перетягивание одеяла доказывание чьи тапки опять же доказывание у кого причиндалы по причин далее но то есть вот это вот такой как очень конкурентный аспект да то есть где ну вроде друзья да чё ты со мной вот тут меряешься да ты сможешь вот такой проект проходить а здесь не только про друзья здесь может быть и в семье да то же самое происходящее я имею ввиду там родственники да и просто мимо проходящие люди да с которыми действительно придется как-то за что-то там побороться отстрелять свои границы в чем-то в том числе да как-то возможно по-хамски да это все будет происходить но как как происходит собственно где живем то и получаем да ну что ж поделаешь вот собственно имейте это в виду да если вы такой больше миролюбивый человек то смотрите как на это реагировать да то есть не принимаете близко к сердцу то есть иногда люди так делают не потому что они хотят вас обидеть а потому что просто по-другому не умеют поэтому смотрите а если вы сами такой знать с огоньком то тут уж разделяйте ответственность за все происходящее вот и все так давайте посмотрим сферу отношений что там давайте расскажу троечки слишком много у вас рационального вообще в жизни будет в этом месяце как-то больше спустите вообще все что происходит на уровень сердца да на уровень чувствования потому что одним разумом мы все решить не можем собственно в отношениях те кто в паре может возникнуть ситуация когда знаете мы будем вообще рассматривать а то ли или не то ли но не смысле имя то есть те отношения которые у меня есть это те отношения которые я хочу или нет а может быть есть что-то другое а может чем про отношения про партнера а действительно ли я с ним согласна а действительно ли мы сходимся в точках зрения а действительно ли критично то в чем мы не сходимся да то есть здесь больше такое обдумывание вообще а и в том числе а куда мы идем куда мы движемся и движемся ли куда-то вообще да ну вот если у нас какая-то перспектива ко всему этому и так далее то есть здесь больше такое как я говорю знаете взвешивание вообще возможно даже не то что возможности а вообще на рациональном уровне да что мне происходит в отношениях то есть с одной стороны это хорошо давайте так задавать вопросы про отношения это прекрасная штука здесь единственное что не уходите полностью в рациональность да то есть не снимать со счетов чувства тоже здесь но это важно если вы свободны она хоть в поиске то я не скажу что здесь по этой карте можно говорить о том что вот у вас начнется какой-то новый роман но он может начаться но это будет знаете больше как вы чисто рационально приняли решение что ну да здесь вроде как есть что ловить давайте так скажем здесь не про то что это любовь вспыхнула там стресс какая-то и так далее это больше такое взвешенное какое-то решение или же еще не решение как таковое да но вы уже скажем так в процессе того чтобы на это скажу уговорить себя на то чтобы во что-то ввязываться да или же ну как то сто пятьсот найдете вариантов прежде чем отказать потому что опять же вы уходите в рациональность не в чувство потому что если вы ищете подтверждение почему я хочу ему отказать то изначально вы хотите ему отказать вы просто не позволяете себе это делать по первому инстинкту какому туда ощущению там интуиции и так далее то же самое время когда вы ищете сто пятьсот причин почему вам нужно идти в отношении с этим человеком это не про отношения с этим человеком давайте так поэтому здесь спускайте на чувства пытайтесь слышать себя не поговорить с собой услышите себя так ну и послание вам от ангелов наставников духов рода да там вселенной как смотрите что вам ближе что удобнее мы поможем сделать мир лучше и собственно использую свой духовный дар чтобы сделать мир чуточку светлее собственно то о чем я говорила да не уходить полностью в логику потому что жить на одной логике это лишать себя очень большого спектра эмоций чувств и вообще проживания и жизни и здесь вам собственно послание в этом же и состоит помню о том что есть духовность есть эмоциональность чувственность что мы не можем это убирать и полностью исключать своей жизни есть смотреть в чем происходит а почему вот в этом раздрая что вы не знаете чем вырыть потому что вы пытаетесь выбирать логикой не чувствами а логикой и соответственно какое желание там условно выбрать какой хотел бы реализовать вы смотрите из рациональности а не из импульса и вот здесь происходит хрень то есть помните о том что первично импульс на первичен ну как интуиция разум он очень часто заглушает это все и делает нас удобно подобными для социума данные ты не всегда правильно для нас помните об этом что троечки вот такой для вас расклад помните что это не приговор то вы можете всегда все менять что-то вам здесь не понравилось предпринимать какие-то шаги действия да и видоизменять то что будет происходить в этих сферах собственно лайки комментарии подписки я вас жду у себя в телеграм-канале и до новых встреч пока пока пока